И в продолжении темы. По традиции в преддверии Нового года в Твери начали работать елочные базары. Всего в этом году они открыты в шести местах и будут работать до самого Нового года. Как выбрать новогоднее дерево, выяснила наша съемочная группа. До Нового года остается все меньше времени и наступает пора задуматься о покупке главного символа праздника – елки. Натуральная лесная красавица заполняет дом хвойным ароматом и радует глаз. В основном зеленые красавицы, которых можно встретить на елочных базарах Твери из Тверской области. Допустим, эти приехали из Бежицкого района. Яна Юшкова уже пять лет занимается продажей живых елок. Все зеленые красавицы из Санковского района рассказывают, что местные деревья лучше импортных. Наша лучше тем, что своя, с родных полей, с родных краев, без внесения удобрений, химикатов. Она не искусственно выращена. Она росла сама в своих условиях, под солнышком. Набиралась энергии, набиралась той теплоты детства, которую мы помним. Елка, мандарины. Перед тем, как попасть на официальные елочные базары, новогодние деревья должны получить фитосанитарные сертификаты. Такие деревья безопасны и принесут в дом только праздник. Мы говорим, чтобы приобретали елочки на специализированных местах. По крайней мере, здесь они все нам дали документы, сопровождаются фитосанитарными документами. Вот сейчас у нас есть документ, можете посмотреть, который подтверждает фитосанитарное состояние этой всей продукции. И советуем смотреть, если покупатели смотрят елочки и какие-то сомнения, советуем им спрашивать документы. Чтобы избежать неприятностей с насекомыми или грибком, у продавца необходимо спросить документы о месте вырубки и попросить фитосанитарный сертификат. Новогодние деревья могут быть носителями карантинных вредных организмов. Пихты, ели и сосны. Это тот материал, на который распространяются карантинные фитосанитарные требования. Вместе с новогодними деревьями зачастую путешествуют и карантинные виды жуков, усачей рода монохамус, которые наносят вред лесным культурам и являются переносчиками опасного карантинного объекта, пока отсутствующего на территории Российской Федерации, это сосновой стволовой нематоды. Начинать выбор нужно с осмотра веток и ствола. Ветви должны быть гибкими, а ствол ровным и толстым, поясняют специалисты. Мы должны видеть, что на нем нет никаких темных ободков, нет плесени. То есть елка не поражена никакими грекковыми инфекциями. Когда вы купите елку, при установке елки, этот срез все равно дома необходимо зачистить на 6-7 см. И установить елку. Выбирая дерево, нужно обратить внимание на его пушистость и симметричность. У хорошей елки иглы слегка маслянисты, ярко-зеленого цвета и источают аромат. У старого дерева ветки обламываются, их треск сухой. При выборе елки также необходимо обратить внимание на хвою. Она должна быть упругой, зеленой и приятно пахнущей. Если хвоя имеет желтоватый оттенок, то значит деревья либо переохлаждались, либо очень давно срезаны. В Твери зеленую красавицу можно приобрести во всех районах города. Елочные базары организованы в шести местах. В Заволжском районе Санкт-Петербургское шоссе в основку вагонный завод. Улица Хрустальная на Разворотном кольце, улица Паша-Савельева пересечения с улицы Хромова. Южном это улица Можайского пересечения с бульваром Гусева. И в Пролетарском районе это проспект Калинина, остановка бульвар Нгена. Продлить жизнь хвойным помогут несколько простых правил. Установить елку в воду и добавить туда аспирин, соль и сахар. Или поставить в песок, добавив немного воды. Не стоит устанавливать дерево близко к батарее. Кроме того, веточки елки необходимо каждый день опрыскивать водой. Редактор субтитров А.Семкин